Наш мир выглядит совсем по-другому, если посмотреть на него с увеличением. Ну, через очки-то это не очень сильное увеличение. Да и, в общем-то, через вот такой вот микроскоп тоже не очень сильный. Хотя, ну что тут, сфотографировать можно, еще на большой экран развернуть. А вот совсем другое дело увидеть, как выглядит наш мир, предметы окружающего мира. Знаете, вот под электронным микроскопом, так, чтобы наночастицы было видно. Это модно, нанотехнологии, что-то такое вот. Ну и вообще, ускорители ускоряют, кого там, протоны, за большой энергией, чтобы расшибить какой-нибудь там нуклон, чтобы посмотреть его структуру. А электронные микроскопы, они позволяют вот на субклеточном уровне разглядывать живые организмы или рассматривать чего там, например, какие-нибудь пылинки, частички. О, или вот это вот, как это назвать, пыльцу. Пыльцу растений. Вот я ее не вижу, пыльцу. Хотя пыльцу-то видно так вот. Ну, видно, что пыльца. Видно, что испачкался. Но вот какая она по форме, а говорят, вид у нее, пыльцы, необычной красоты. Да. Я рад вас приветствовать в нашей лаборатории. Лаборатория электронной микроскопии, в которой представлены различные методы электронно- ионно-лучевого анализа. И цель нашего сегодняшнего разговора – поделиться нашим опытом исследований микро- и нанообъектов, показать, что мы можем делать с ними, какие результаты можем получать, и как эти результаты находят практическое применение в окружающем нас мире. С помощью методов электронной микроскопии мы решаем очень много задач из практической жизни. И медицина требует наших результатов, фармакология, пищевая промышленность. Мы провели очень интересный эксперимент для строителей, исследовали кристаллизацию бетона и наблюдали, как на микроуровне меняются его свойства. А затем специалисты смогли объяснить, какими свойствами на макроуровне обладают эти бетоны. Таким образом, сегодня электронная микроскопия – это один из уникальнейших методов, позволяющий с помощью физических технологий, физических методов решать задачи, видеть химические реакции, видеть биологические процессы. И, как мне кажется, это открывает совершенно новые горизонты для науки, для всех отраслей науки – фундаментальной физики, физики твердого тела, химии, материаловедения, металлургии, микроэлектроники, биологии. Геология – вот одна из уникальнейших и интересных задач – повышение отдачи нефти и газонасыщенных слоев. До 20% газа и нефти содержатся в нано-порах материальных. И собрать их из пластов – это очень интересная задача. И технологически интересная, и интересная в научном плане. С помощью, скажем, методов электронной микроскопии мы получили возможность трехмерной реконструкции нано-пор в грунтах, которые содержатся в газоносных слоях. Разрешение этого микроскопа – 1,2 нанометра, то есть 12 ангстрем. 1,2 нанометра, 12 ангстрем. То есть всего в 10 раз больше, чем размер атома. Но это разрешение, на самом деле, это не размер частицы, которую мы можем увидеть, а расстояние между двумя частицами, которые будут смотреться как две отдельные частицы. Поэтому если у нас… Риллеевское разрешение. Если у нас разрешение 1,2 нанометра, то реальную частицу мы можем увидеть где-то раза 2 в 3 больше. То есть где-то порядка 3 нанометров частицу можно разглядеть. То есть кластер из так вот двух десятков атомов уже вот в поперечнике два десятка атомов можно разглядеть. Ну, в принципе, да. Да, здорово. И что у вас тут на картинке есть? У вас там какие-то эффектные очень картинки. Давайте на экскурсию нас сводите по вот этому вот видимому миру. Ну, вот первая картинка – это композиционный материал, углеродные волокна. Ага, это вот такие вот они торчат. Торчат углеродные волокна в матрице. Это скол материала. Ну, можно вот посмотреть, как… А между ними это полимер, который связывающий. А между ними полимер, да, связывающий вещество. Народный цвет. И вот у вас отдельные волокна светлые, другие темные. Мы понимаем, что это не цвет. А что это? Способность имитировать электроны под воздействием вашего пучка? Ну, в принципе, да. Потому что разные части, получается, по-разному повернуты к детектору. Одни выше, ниже. То есть части, которые выше, они будут светить больше. Которые глубже, светить меньше. То есть это просто топографический контраст. По сути, топографический контраст в данном случае. Ясно. А вот это очень красивые кристаллы такие торчат. Кристаллы, бетоны на разных стадиях затвердевания имеют разную кристаллическую структуру. Это кто? Кальций и кто? Кальций чего? Кальций СО3. Ну, в данном случае у нас не стояла задача исследовать химический состав. А именно надо было посмотреть... А это на поверхности это происходит, бетон? Или как это понимать-то? Это некая объемная картина такая красивая? А процы были приготовлены как? Ну, вот был бетон затвердевал в каждые, скажем, через час, через день, через три дня. Брали пробы, их фиксировали. И потом вот привозили к нам, и мы смотрели все эти пробы, ну, по этапам. Ну, вот это вот объемная картинка как будто, да? Это объемная картинка, да. То есть это так вот сфотографировали, как вот с птичьего полета, или я не знаю с чего, на вот эти вот кристаллики. Ну, да. Вот как он растет, оказывается. О, вот какая тонкая работа-то у бетонщика на самом деле. Ну, на самом деле, да, в общем-то. Какой же размер вот этих кристалликов-то? Мы не ожидали, что бетоны такие красивые. Ну, вот здесь что можно сказать? В поперечнике где-то порядка одного микрона, и в длину, ну, вот, больше 15 микрон. Ну, это размеры, характерные, скажем, для волоконно-оптических изделий, да? Ну, и здесь, видите, как, если посмотреть вот в этот кристалл, да, ну, вот там есть мелкие кристаллы, где размеры, наверное, на порядок меньше. То есть длина будет микрон, а поперечник, наверное, там уже нанометрический. Ну, им лучше какие, чтобы были, так сказать, потолще кристаллы или потоньше, чтобы бетон-то был крепкий? Неизвестно? Ну, это, наверное, к ним вопрос. Ну, они сами разберутся, но вы им поможете. Да, да, конечно. Да, там еще картин есть. Так, ну, вот это вот. Вот это самое вот такое вот ядро такое. Ну, на самом деле, это частица, порошковая частица металлического материала. А-а-а. Желтенький цвет – это тоже условно? Желтенький цвет условно, то есть, на самом деле, все картинки черно-белые, но для красоты, для, так сказать… А, для публики, вы это расскажите. Для лучшего восприятия имеется возможность программными средствами покрасить в разные цвета. А вот, кстати, интересно, значит, порошок металла, да? Да. Так, он очень кругленький, да? Она кристаллическая вообще-то, частичка-то? Металл-то, он ведь у нас считается поликристалл, а бывают металлические стекла, то есть, их так быстро охлаждали, что они не успели встать. Ну, на самом деле, по картинке мы, кажется, не можем сказать, что это такое. Чтобы сказать, что это такое, то надо проводить другие исследования. То есть, по картинке нет. Рентгеноструктурные называется. Рентгеноструктурные, да. Ну, вот я так вот смотрю, вот по картинке, у него на поверхности какие-то как чешуйки. Есть ли эти чешуйки, ну, видите, чешуйки? Есть чешуйки? Подтверждаете? Подтверждаю. Подтверждаете. Вот если я так вот рассуждаю, чисто визуально, у меня ничего другого нет под рукой. Значит, если это такие вот чешуйки, они чешуйки имеют, не имеют сколь-либо намеков на плоскости какие-то, да? А размер какой этих чешуйок? Давайте посмотрим. Если этот размер очень маленький, то он должен быть либо... Ну, это все равно порядка одного микрона. Меньше микрона, да? Меньше микрона, 200 нанометров. То есть, это 2000 ангстрем. Ну, да, в принципе, может быть и кристаллическим. Ну, это плоский размер, а в принципе, да, то есть, ничто не мешает, ему быть кристаллическим. Если он был бы раз в 10 поменьше, то... Ну, тогда да. Я бы вам сказал, что это не кристалл, что это металлическое стекло. Ну, в данном случае мы смотрим поверхность в плане вот ее рельефа. Ну, это, так сказать, тонкодисперсный порошок металла. Его, наверное, так и получали специально, чтобы он был... Он может быть... Либо взрывом получают, либо резким охлаждением. Ну, да. Очень может быть что-то металлическое стекло, на самом деле. То есть, это чьи-то чужие тайны, кто вам доверил, мы их обсуждаем. Обсуждаем чужих детей, но тем не менее. С помощью методов электронной микроскопии мы решаем очень много задач из практической жизни. И медицина требует наших результатов, фармакология, пищевая промышленность. Мы провели очень интересный эксперимент для строителей. Исследовали кристаллизацию бетона и наблюдали, как на микроуровне меняются его свойства. А затем специалисты смогли объяснить, какими свойствами на макроуровне обладают эти бетоны. Таким образом, сегодня электронная микроскопия – это один из уникальнейших методов, позволяющий с помощью физических технологий, физических методов решать задачи. Видеть химические реакции, видеть биологические процессы. И, как мне кажется, это открывает совершенно новые горизонты для науки. Для всех отраслей науки. Фундаментальной физики, физики твердого тела, химии, материаловедения, металлургии, микроэлектроники, биологии. Геология – вот одна из уникальнейших и интересных задач – повышение отдачи нефти и газонасыщенных слоев. До 20% газа и нефти содержатся в нано-порах, в материале. И собрать их из пластов – это очень интересная задача. И технологически интересная, и интересная в научном плане. И с помощью методов электронной микроскопии мы получили возможность трехмерной реконструкции нано-пор в грунтах, которые содержатся в газоносных слоях. Такой образец, как битум. В режиме высокого вакуума мы вообще не можем получить изображение. Получаем, ну, как бы просто смотрим, как заряд гуляет по поверхности. А в режиме низкого вакуума мы получаем структуру поверхности, такую, какая она есть на самом деле. А битум – это уже фактически такая очень вязкая жидкость, да? Ну, битум – это, по сути, да, такой черный, противный, как жвачка. Вот структура модифицированного льда. Две фотографии, которые как раз получены… Для спортивных покрытий? Для спортивных покрытий, да. Модифицированный лед. Да, да. Батюшки-то мои. Нано-лед для Олимпиады в Сочи, да? Ну, на самом деле, да. Была работа. Приходили люди, которые занимаются покрытиями, ледовыми покрытиями для проведения, ну, в том числе, международных соревнований. Оказывается, лед, структуры, чтобы получить лед нужной структуры, туда вводят различные модификаторы, которые воздействуют на структуру льда. И как раз вот наблюдение за структурой льда в микроскопе позволяет делать выводы о том, как модификаторы, ну, что меняют в структуре льда. Создание прототипов объектов наноструктур. И для этого у нас появился новый инструмент, ионный пучок, с помощью которого мы не только можем наблюдать поверхность объекта, но и воздействовать на поверхность. Например, мы можем резать, как острым скальпелем, ножом, но этот разрез достигает единицы нанометров. И с помощью остросфокусированного ионного пучка мы можем вырезать, вам в лаборатории, наверное, я надеюсь, наши коллеги покажут, как можно вырезать кусочки объекта и затем исследовать его. Частицу припоя мы резали, делали тонкие срезы ионным пучком, и потом все это дело собрали в такой фильм. То есть можно посмотреть, как вот происходит... Это что, пучок его испарял по элементу, да? Ну, по сути, да. По сути, получается, что мы послойно испаряем частицу, а потом эти слои, ну, восстанавливаем. Ага, это вот в режиме реального времени? Ну, это как бы... Или все-таки убыстренно? Нет, конечно, убыстренно, потому что сама процедура заняла, ну, наверное, около часа. Давайте еще раз посмотрим, и поймем, что что-то из этого можно увидеть. Ну, то есть можно посмотреть внутреннюю структуру этой частицы, видно, да? Это двухфазная частица, свинец олова, свинец у нас более светлый. Свинец олова. То есть она на самом деле состоит из некой такой вот смеси, да? Да, она, это двухфазная частица, она состоит из двух фаз, и когда мы режем, мы можем посмотреть, как эти фазы расположены внутри. СТЕЛЬ! Ну, если вы посмотрите за окно, конец мая, конец весны, и этот мир многокрасочен, объемен, живой, он меняется во времени, проходит дождь, потом вода испаряется, налетает ветер, листья шевелятся. Все те же самые динамические процессы, живые процессы, меняющиеся процессы, проходят и в микро- и наном мире. И когда я готовился к нашей встрече, я думал, как назвать тему нашей встречи, нашей передачи. Получилось немножко научно, но, мне кажется, как нельзя лучшим образом отражающий тему нашей сегодняшней встречи. Трехмерная динамическая характеризация микро- и нанообъектов. Почему трехмерная? Долгое время методы физического анализа, и в том числе методы электронной микроскопии, которые существуют уже более 60 лет, за открытие этого метода Эрнст Русска получил Нобелевскую премию. Это были методы получения плоских проекций, плоских проекций трехмерных объектов. И зачастую интерпретация полученных результатов была сложна, требовались сложные математические модели. Всегда это было какое-то приближение. Для расшифровки этих изображений, для получения информации о том, из каких химических элементов состоит образец, какими физическими свойствами обладает этот объект, приходилось прибегать к спектра, и приходится прибегать к спектральным методам. Но получение спектров – это уже одномерный метод. Как мы уже с вами сегодня говорили, объекты, окружающие нас, трехмерные, обладающие тремя измерениями, и с помощью современных методов электронной микроскопии удается получать информацию обо всех трех измерениях, причем эти не только геометрические измерения, но и по координатам Х, У, З мы получаем информацию о структуре объекта, об элементном составе. И кроме этого, что, мне кажется, является чрезвычайно важным, сегодня с помощью методов электронной микроскопии мы получили возможность воздействовать на объект и менять его физические или химические свойства, и наблюдать эти изменения во времени. То есть получили информацию, как иногда говорят фантасты в четвертом измерении, во времени. То есть, по сути, у нас идет распыление материала, и получается... Это постепенно бьют шурф, как у геологов называется, да? Ну да. Копают, копают... Сначала мы делаем грубое травление, а потом мы делаем тонкую травление... Такую, ну, полировку среза, чтобы уже получить хороший срез, такой, без полосочек. И для ионного пучка нет никаких преград. Ионный пучок режет и самый твердый материал, такой, как алмаз. И наши коллеги покажут вам, как с его помощью можно выразить наноиголочку или для тонкого воздействия на объект, или сделать нанофильер для того, чтобы протаскивать очень тонкие проволочки через алмаз. Интересно, что же такое загадочное торчит? Это ионным пучком вырезали структуры, как я их называю, структуры типа кантилевера. То есть, по шаблону в гладком плоском образце вырезаются вот такие вырезаются иголочки. А, то есть, это специально сформировали, да? Да, это мы специально сформировали. 21 нанометр, да? Да. Это диаметр этого кантилевера. То есть, это очень острая иголочка. И резать можно любой материал. Можно резать кремний, можно резать алмаз. Ну, как известно, алмаз диэлектрик, но, тем не менее, режется ионным пучком. Алмазные иглы, то есть, вы можете делать? Ну, можно, да. Можно делать алмазные игры. Вот опросцы просто различные. На цветок похожи. Это, на самом деле, цветочки, которые росли вот здесь у нас в саду, которые я сорвала, положила в микроскоп и получила изображение. То есть, тоже никакой проб подготовки не было. Вот это вот жучок. Что самое интересное, у него такой узор на головке, но очень похож на то, что вот у нас на отпечаток. Вот это пыльца. Вот она уже начинает прорастать. Вот это у нас шоколад. На самом деле, кажется, ну шоколад, он же тает во рту. Ну, во рту-то он тает. А вот в электронном микроскопе вполне достойный объект для фотографирования, для исследования структуры. Да, ну тонкую структуру, тонкий помолк. Ну, на самом деле, если вот закрыть слово шоколад, то можно сказать, что это просто испеченный порошковый образец. Ну, по сути, шоколад это и есть, испеченный порошковый образец, только съедобный. Съедобный. Вот сахарная глазурь, кристаллические частицы, то есть кристаллики. Слипшиеся. Да, а вот обещанный хлеб-сыр. То есть просто хлеб, очень пористый. И сыр, в общем-то, ну так... Какое тут увеличение-то? Есть увеличение небольшое совсем. Значит, вот два микрона, здесь вот так два микрона, а здесь вот так вот 400 микрон. Это, наверное, частички жира, да? Ну, по сути, да. Берем цветочек и готовим образец, который хотим посмотреть. Пыльцу, наверное, да? Абсолютно точно. Пыльца – это их генетический материал. Да. Их это растение. Для этого точно так же берем столик и просто насыпаем пыльцу на этот столик. А так вот видно там пыльцу? Да, конечно, конечно. Да. А на резкость настраивается, что фокусируется электронный пучок? Абсолютно верно. То есть так же, как вот мы фокусируем оптические пучки, бачки, какая картина-то. Ну, что ж такое, какие-то... Это вот как раз они и есть. Развод это. И сами-то они ведь какие-то формы у них какая-то интересная. Разводы – это подложка, это то, на чем они сидят. Ах, это подложка. Да, это скотч. А вот сами вот эти вот пылинки, они как раз вот именно такой формы. Ну, и традиционный вопрос, что там на масштабной линеечке? На масштабной линеечке у нас 300 микрон, увеличение 395 крат. Ага. Ну, давайте рассмотрим поближе. Наверное, этого будет недостаточно. Интересная форма самого этого тела. Сейчас мы видим сам размер пупырышка какой-то. Давайте попробуем. Пупырышек. Как уж называть тут? Давайте попробуем. Это не термин подходящий. Опять же, вот если посмотреть, то вокруг них видны тоже какие-то вот такие вот точечки. Видите? Ага. Это уже пекла с половиной тысячи увеличения. Да. 24 тысячи. Ну, давайте попробуем сфотографировать. Да-да-да. Там такие как будто устицы, как какие-то, так сказать, жерва. Да. Наверное, в них-то сам вот этот вот генетический материал-то и прячется. И теперь давайте попробуем замерить. Напоминает отдаленно лунные кратеры, да? Угу. Или, так сказать, карстовые провалы. Ну, порядка 130 нанометров. Это его размер, да? Да. То есть это уже в оптическом диапазоне не видно в принципе, да? В принципе не видно, это просто нереально. Но растение эту дырочку каким-то образом ощущает. Да. Когда оплодотворяет этой штучкой. Ну вот, нагляделись мы с вами на красоты всякого там микромира. Пора прощаться, выключать всякую технику. Все эти микроскопы наши. И по домам. Передача закончилась. Кина больше не будет. Пока. Продолжение следует.